Есть шестиугольник, все углы которого 120 градусов. У него есть длинные стороны. У него есть длинные стороны. Давайте я такой шестиугольник нарисую. Заметьте, пожалуйста, он не обязательно правильный. То есть наш шестиугольник, ну, я не знаю, за сколько нужно продолжать. Вот. Все, что мы знаем, это, что у него противоположные стороны параллельны. А вот эти вот все одинаковые. Ну, а раз одинаковые, значит, разумеется, они такие же, как у нас стороннего шестиугольника. То есть они все по 120 градусов. Длинный сторон давайте обозначим. А, Б, С, Д, Е и Ф. Задача вот такая. Оказывается, если взять Д-А, если взять В-Е и, наконец, если взять С-Ф, единственное, у меня на картинке все-таки надо брать Ф-С. Давайте я напишу Ф-С, а потом посмотрим. Надо брать С-С, у меня тут не очень точно нарисовано, что больше, С или Ф, да? Е-Б. Что? Е-Б. Почему? Это у него. Понимаешь, когда ты смотришь на картинку в учебнике, там нарисовано чуть-чуть по-другому. Давайте так, чтобы было совсем правильно, я везде напишу модуль, а мы потом поймем, на самом деле, с какими знаками надо было делать. Итак, доказать, что разности противоположных сторон все одинаковы. Ну, перед тем учебник просто видит там решение нарисовано. задача совсем простая, она – освойство правильного треугольника. Надо дорисовать картину до большого правильного треугольника. Продолжить С, продолжить В, продолжить… Продолжить, конечно, конечно, конечно. Смотрите, вот у нас здесь есть, так давайте продолжим эту линию. Вот эту линию тоже продолжить. Увидели, когда? А-а-а… Продолжить. У меня, конечно, криво немножко нарисовано, но, надеюсь, что все меня понимают. И продолжить. И что у нас тогда здесь? А? У нас здесь односторонний треугольник. Ну, господа, так я могу взять сторону вот этого треугольника, обозначить с какой-нибудь буфой. Кстати, что это за буфа, на самом деле? На этой картинке. А? А, конечно. Это А. А вы этого треугольника? Е. Е. А у этого? С. Замечательно. А теперь вопрос. Если большую-большую сторону, вот эту, я обозначу какой-то буквой L. Все ли понимают, что B – это L минус A минус C? Понимаете? Отлично. А что такое D? Это L минус F. И это A минус F. Отлично. А что такое F? Это L минус A минус C. Минус A минус E. Замечательно. А вот теперь давайте в этих терминах, то есть через L, A, C и E, напишем, что такое D минус A. Все помнят D? Все помнят D? D – это L минус E минус C. Еще один из терминах. Все помнят, что такое B? L минус A минус C. Что такое F? L минус A минус E. И о чем же наша задача? В разном порядке, почитая из буквы L, A, C и E, получаешь один и тот же результат. А в книжке картинка нарисована не наружу. А внутрь. Что значит картинка нарисована внутрь? Вы поняли? 60, 60, 60, 60. Здесь возникает параллелограмм с какими сторонами? A, F, A. A и F. Согласны? Отлично. Что теперь делаем дальше? Такой же параллелограмм с какими сторонами D. Что-что? Параллельно стороне E рисуем. Параллельно стороне E рисуем вот здесь? Да. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Тогда вот здесь у нас E, здесь A. Так, а теперь дальше. На самом деле, вам сейчас неприятно, потому что у меня немножко криво нарисовано. Дело в том, что не так-то просто на доске в точности отметить 60 градусов. Господа, надо увидеть, чтобы у нас все-таки возник бы правильный треугольник. То, как у меня, он почему-то совершенно не возникает. Давайте поймем, где у меня уже возникли нужные отрезки, а где не возникли. Посмотрите, у меня уже возник нужный отрезок D минус A. Увидели все, да? А, 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 а здесь был отрезок D. У меня возник отрезок D минус A. Это замечательно. Теперь нужно, чтобы обязательно возник отрезок, длина которого это F минус C. Наверное, надо вот так провести, провести висектрису вот здесь. Понятно или нет? Здесь вот был отрезок C, он был параллельно сюда, я его откладываю. И тогда вот этот вот отрезок, это возникает что такое? F минус C. Это возникает F минус C. А здесь возникает параллелограмм со сторонами C и F. Так, отлично. И теперь, а, я еще понял. Ребята, у меня сложно, потому что я нарисовал параллелограмм два раза. Вот у меня почему, как-то плохо получалось. Мне нужно было сразу отложить вот такой большой, а я этот параллелограмм откладываю в два этапа. Все, стираю здесь отрезок E и говорю, что вот этот вот отрезочек, который E минус A, он возникает вот здесь. E минус A. Почему? Потому что это отрезок E, вот это отрезок A. Соответственно, здесь возникает E минус A. И теперь осталось понять, что это за отрезок. Вот этот отрезок, это у нас B? D минус A. D минус A, спасибо, я отрезал. D минус A. Еще раз. Вот этот отрезок D, там отрезок A, вот этот отрезок D, там, что параллелограмм. Я сейчас еще раз перерисую картинку. Вот, и здесь возникает такое треугольник. Так, для того, чтобы всем стало понятнее, давайте я эту же картинку нарисую просто начаток с правильного треугольника. Смотрите, господа. Если у нас есть правильный треугольник, да, какой-то односторонний треугольник, смотрите, что можно с ним сделать. Взять вот этот вот отрезок, отложить, не имеет значения на какое расстояние, но вот на какое-то отложить. Дальше, здесь на какое-то расстояние отложить, да, вот, и здесь, я не знаю, какое, хотите на большое, хотите на маленькое, просто давайте, например, так, да, например, так. И после того, как у меня возникли вот эти вот три точки, я вполне могу нарисовать шестиугольник. Что для этого нужно? Вот по этим вот трем точкам я рисую картинограмм. А я провожу вот так вот. Получается на картинограмм. По вот этим вот трем точкам я то же самое рисую картинограмм. Чуть выше. Чуть выше отрезок. Ну, чуть выше, чуть выше, это уже вопрос. То есть, перед моего умения шестьдесят градусов точность, когда на вас накладывается, я не думаю, что это вам так важно, потому что идею вы уже уходили. Так, опять, я начинаю приватиться к шестьдесят градусами, но смысл не в этом. Смысл в том, что на самом деле мы и все уходим. Итак, здесь все вот эти вот круглы шестьдесят градусов, все-все-все-все, вот это сто двадцать, естественно, да? Вот, шестьдесят, шестьдесят, здесь сто двадцать, да? Здесь шестьдесят, сто двадцать. В общем, все понимают. Ну, и разумеется, разумеется, если у вас вот этот вот треугольник имеет какую-то сторону, я не знаю, как ее обозначить, скажем, х, да? Вот, и вы какими-то там отрезочками y, z и t проверили, то что у нас, какие будут три? Понятно, какие? Вот это будет x плюс t, а напротив будет t. x плюс z, а напротив будет просто z. И здесь то же самое. Итак, t, t написал, z написал. Здесь, например, y надо написать. Здесь отрезок y, а здесь отрезок x плюс y. И о чем же наша задача? Когда из x плюс y отнимаешь y, получаешь x. Когда из x плюс t отнимаешь t, получаешь x. Когда из x плюс z отнимаешь z, получаешь тоже x, что совершенно удивительно. С вами был Игорь Негода.